Добрый вечер! У нас сегодня в гостях Андрей Смирнов, киноактер, кинорежиссер, человек, который просто вошел в народный фольклор своим фильмом «Белорусский вокзал». Я думаю, вам не отделаться от этого произведения. Мы все равно про него и сегодня поговорим. Но давайте начнем с другого фильма «Жила-была одна баба» про Антоновщину. Вы в Ельцин-центре этот фильм представляете. Можете презентовать его и сказать, почему стоит идти смотреть? Почему стоит идти смотреть сейчас? Мне, конечно, трудно найти формулировку. Дело в том, что этот фильм вышел в прокат в 2011 году. Насколько я знаю, он шел и в Екатеринбурге. Ну, поскольку сегодня российской картине места в прокате отводится очень мало, я не помню уже, какие сборы здесь были. Ну, эта картина, я говорю, ей уже пять лет. Она же в свое время, в 2012 году, на церемонии Ника, где присуждаются кинематографические призы, мы получили целых шесть статуэток Ника. Она была признана лучшим фильмом. Еще одна Ника за лучший сценарий. Ну, лучший фильм имеется в виду 2011 года, лучший сценарий, лучшая женская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучший художник и лучший художник по костюму. Смотрите, любые могут быть регалии, любые могут быть успехи, но когда автор привозит фильм, это же отдельное событие. Вот какой авторский взгляд? Ну, не знаю, Антоновщина, она даже в наш язык же вошла. Тамбовский волк тебе товарищ, да? Вот это все наше. И почему это сейчас актуально? Почему автор? Значит, в 1979 году я бросил кинорежиссуру. К тому времени я снял сначала, мы дебютировали вместе с моим антокортиком Борисом Яшином. Мы сняли одну полнометражную картину «Пять земли» по повести Баклановой, две короткометражки. Потом разошлись. С тех пор я сделал, значит, всего четыре картины. Первая моя самостоятельная картина, короткометражка «Ангел легла на полку». На 20 лет я был лишен работы. Вторая была картина «Белорусский вокзал». Третья была картина «Осень», которую опять подвергли суровой цензуре. Она, по-моему, в Екатеринбурге обком своей властью сняла ее с экрана. И никаких ни откликов, ни рецензий. В Москве она тоже не шла. И последняя была картина «Вера и правдой», которая тоже подверглась очень чудовищным изменениям из-за цензуры. Мне это надоело. Мне уже было под 40 лет. Я решил, с меня хватит. Надо менять профессию. Вот последний свой кадр как режиссер я снял в 79-м году для фильма «Вера и правдой». Но когда цензура советская приказала долго жить, я к тому времени уже, как сказать, я работал, значит, я переучился на писателя, на сценариста. У меня пьеса шла в театре. Пара сценариев была, значит, успешно реализована не мной, а другими режиссерами. В Горбачевские времена я три года был чиновником. Я был исполняем обязанности первого секретаря Союза кинематографистов СССР. В те времена это, как по-советски называлось, номенклатура министра СССР. А в основном писал. И, кстати, сегодня в Ельцин-центре в магазине Петровский будет продаваться моя книжка, которая вышла в этом году. Она называется «Лопухи и лебеда». Это сборник, там пять сценариев, пьесы родненькие мои. И штук семь или восемь статей, написанных по разным поводам в разное время. Вот, так вот, «Жила-была одна баба» – это единственная картина в моей жизни, Которая не коснулась рука цензора. «Трансваль, трансваль, страна моя, Ты вся горишь в огне, Под деревцем развесистым Задумчиво сидел». Здорово, баба! Забыл, как тебя звать? Ты баба. Твое место там, а, иди твой мужик. Просто как курица. А голос все одно лисий. Сучка я, сучка я жадная. Проледарию всех стран, Воюляюся! Земля – это не ваша, Земля – это перенародная. Красной армии слова с делами не расходят. Молодец! Последний кусок народа! Так мы партии последнее оценим. Только коммунистов поубивайте. А что я его? Она забегучила. Вы... Буду так. Убивать батюшку. Воплоть ли моя руна, да я? Батюша, баба, мне шкура! Береза! Береза! Харьев, обнялся! Она достается! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повторяю, я уже бросил давно режиссуры, но когда советская цензура прекратила свое существование, я залуновался, неужели я на 200 лет не оставлю хотя бы одной картины, которую не уродовали ножницы цензуры. Так родился замысел, почему антоновская тема была, на мой взгляд, это сердцевина нашей сегодняшней истории, о том, как в крестьянской стране, как было уничтожено крестьянство. В 1917 году, по статистике, 83% населения Российской империи относили себя к крестьянскому, сельскому сословию. Про крестьянство давайте еще поговорим, а про фильм и про то, почему вы его привезли, закончим. Очень грустно звучит, но вот вы начали с короткометражки «Ангел», где тоже было пересечение крестьянской темы и гражданской войны, и пришли вот к этому, и сказали, на старость лет, что же, после себя ничего не оставили. Ну, какой-то грустный итог жизни как будто, вы уже прямо черту под жизнью подводите. Ах, как по-вашему, мне 76-й год, мне пора готовиться к встрече с Господом. Сколько там мне осталось, я не знаю, но это серьезное дело, об этом приходится думать, конечно. Но для меня очень важно, что все-таки на старости лет мне удалось снять картину такую, как я хотела. Ее зритель видит такой, как я ее задумал. Ну, кроме того, в этой, как вам сказать, на сценарии, я работал больше 10 лет, я городской человек, и мне погрузиться в этот мир стоило многих усилий. Надо было и по деревням походить, и бабушками поговорить, которые, правда, ничего не помнят, потому что два поколения родителей запуганных молчали, боялись рассказывать детям о том, что был на этой земле, и в архивах посидеть, и с историками сидеть. В результате, ну, сценарий-то и фильм – это история женщины и четырех ее мужчин. Поэтому, как сказать, там, для меня эта картина не историческая, она, в общем-то, о сегодняшней России, об ее истоках я бы сказал. Ну, а там кто хочет... Дело в том, что она, конечно, если учесть, что сегодня каналы телевизионные насаждают так называемый позитив, благодаря чему очень резко снизился уровень сериалов, которые идут по телевидению, и, соответственно, зритель превращается в дебила. Это кино, конечно, несколько против течения, в том смысле, что история драматическая и даже трагическая, как она и была для русской женщины, для русской деревни. Ну, не хочу распространяться. Кто хочет, приходите, смотрите, судите сами. Понятно, что коллективизация – это был такой первый большой и больший акт террора, чем сам большой террор. Но вот сейчас неожиданную актуальность эта тема получила. Вы наверняка слышали историю Карагодина или Карагодиных, когда Денис Карагодин, по сути, раскрыл убийство своего дела в Томске. Как вы к этому относитесь? Как относитесь к тому, что человек вот так расследует и предлагает, по сути, провести суд над большевиками, и над уже, в общем, мертвыми большевиками, и мемориал, например, выкладывает 40 тысяч имен на работников НКВД? Надо проводить суд в стране над большевистским режимом? Вы знаете, я думаю, что мы вот живем так, как живем, именно потому, что этого суда не было. Практически декоммунизация страны не состоялась. Поэтому мы опять возвращаемся к Совку. Я-то уверен, что рано или поздно обязательно будет, я-то этого, наверное, не увижу, но вот ваше поколение хорошо бы увидело, будут опубликованы и все архивы ФСБ, КГБ, и суд над Коммунистической партией состоится, иллюстрация состоится. Понимаете, и думаю, что наши внуки доживут до того, что человек, который считает себя коммунистом, будет бояться сказать об этом и выходить на улицу. Это неизбежно. И вот у нас сейчас, значит, такая атака либералы и демократы, или, как выражаются противники, либерасты и дерьмократы, сейчас главный враг, значит, патриотической России. Но дело в том, что много стран в мире, но стран, где люди живут нормально, как люди, их очень немного. Ну, есть в Америке, есть в Европе, есть в Азии, и во всех этих странах обязательно парламентская демократия, нормальная парламентская демократия, с нормальными выборами, и, увы, либеральная экономика. Поэтому, если Россия когда-нибудь будет жить по-человечески, так, чтобы человек считал себя тут не песчинкой, ни обломком империи, ни придатком военной индустрии, а человеком, то придется России жить с либеральной экономикой и парламентской демократией. Я в этом абсолютно убежден. А мифы какие-то национальные важны? Ну, потому что вот в рамках этой борьбы либералов, условных и условных патриотов, господин Мединский, например, говорит про то, что люди, которые замахиваются на святые мифы нашей советской истории, там, 28 панфиловцев, цитата дословная, будут гореть в аду. Вы извините, Белорусский вокзал тоже получается в некоторой степени миф. Это же, ну, вот такая очень советская традиция отношения к той войне. Не очень критичная. Не боитесь, что некоторые мифы, в том числе миф о войне, будут развенчаны, и мы больше потеряем? Ну, людям важны мифы. Это почему же Белорусский вокзал часть мифа? Белорусский вокзал рассказывает при всем треске, значит, победном, рассказывает о том, что люди, которые выиграли войну ценой своей крови, своей жизнью, были не сыновьями родины, а ее пасынками. Там четыре судьбы, и посмотрите на их судьбы. Белорусский вокзал лучше, хуже, я не желаю об этом спорить, но Белорусский вокзал потому и живет, потому что он рассказывал об этом поколении, то, что было на самом деле, а не миф. Белорусский вокзал не часть мифа о Великой Отечественной войне, а часть реальности, в которой жили фронтовики через 20 лет после победы. Так что тут, извините, я с вами не соглашусь. А что касается господина Мединского, я вот столько раз высказывался по его поводу, что дискутировать с ним мне твошно, понимаете. Господин Мединский за четыре года своей работы в должности министра культуры нанес столько вреда отечественной культуры, что когда он уйдет, то чинить то, что им сломано, и ломать то, что им устроено, надо будет десятилетиями. Хорошо, нет, я просто немножко хочу поспорить про Белорусский вокзал, он, возможно, такой более сложный образец, но, в общем, стоит в одном ряду советской кинематографии про Великую Отечественную. Там нет никакой сложности, нет никакой спорности о войне. Погодите, погодите, лучшие советские фильмы были как раз о войне. Лучшие, а почему? Потому что трагические истории в реальности не допускали с цензурой, а с войной могли быть связаны драматические, да, поэтому лучшие советские фильмы. Это «Летят журавли», признанные лучшим фильмом всего, да? Это «Иваново детство», это «Дом, в котором я живу». Как раз на военной теме советский кинематограф становился человечным, рассказывал подлинные истории о немифической жизни строителей коммунизма. Поэтому это не миф. Журавли, дом, в котором я живу, «Иваново детство» – это не миф о войне. Это правда о ней. Если опять к «Жила была одна баба» возвращаться, ну, война, получается, завершающий этап перемалывания этого крестьянского общества, последней гвоздь в крышку гроба русской деревни, вам не кажется, что немножко странным является то, что у вас «Белорусский вокзал» стоит впереди фильма о крестьянстве более большого? Ну, то есть у вас финал прежде развязки? Нет, мне так не кажется. Потом, понимаете, у меня фильмы возникали не от того, что было какое-то плановое хозяйство, а по случайным порой поводом или, наоборот, долго созревали. Ну, каждый фильм – это отдельная история, они между собой никак не связаны. А почему вы тоскуете, когда мы говорим о русской деревне? Она была довольно костная. Это были такие неприятные люди. Мы бы с большинством крестьян типичных не захотели бы сидеть в одном месте. Их мнение нам показалось бы очень простым. Это были вот такие ватники, малообразованные, плохо одеты, очень, ну, такие упертые в своей замкнутости. Почему вы скучаете, ну, вот когда погружались в тему русской деревни, а что вам там, ну, отвратительно? Ничего себе вопрос. Понимаете, тосковать по этому прошлому бесполезно. Ну, посмотрите, жила была одна баба, там нет приукрашивания крестьян, там они такие, какие они были, достаточно жестокие, значит, и мало соответствующему вашему идеалу симпатичного собеседника. Ну, такова была реальность. Понимаете? И надо понимать, что, что создали русские, понимаете, если брать изобретение, то, ну, Зварыкин изобрел телевидение в Америке, Сикорский изобрел вертолет опять в Америке. А что мы создали? Ведь у нас все, чем мы пользуемся, понимаете, от, значит, унитаза до картины Галии, это все же из Европы. Мы наследники европейской культуры. И наша культура, а действительно великая русская литература 19 века или поразительный по плодотворности расцвет культуры, то, что мы называем сейчас Серебряный век, когда ну, во всех областях, ну, в живописи, в театре, в балете, в музыке, не было области культуры, где бы российские художники предопределили во многом развитие культуры европейской 20 века, философия, религиозная философия. Ведь фундамент этой культуры – это крестьянская страна. Возросла великая литература 19 века, великая живопись на фундаменте этой крестьянской страны. И что такое расцвет, скажем, вот культуры в Серебряном веке? Это плоды реформ Александра Второго, отменившего крепостное право, значит, реформировавшую армию, при котором родилось земство, при котором создались суды независимые, суд присяжных, а вот плоды сказались через 50 лет. Поэтому у нас другого фундамента-то нету, нету. И надо об этом помнить, и надо знать историю своей страны, в том числе всю страшную историю 20 века, при котором миллионы людей сгинули в лагерях за колючей проволокой. Это был просто такой провокационный вопрос в сторону высказывания про то, что, ну да, сталинский режим погубил какое-то количество жизней, но зато, или вот там Фидель недавно Кастро умер, и тоже говорят, конечно, он кого-то расстрелял, но зато. Вот что-то положительное в советской-то власти, в советском режиме все-таки есть или нет? Для меня ничего нет. Ничего. Я коренной совок. Большая часть моей жизни прошла при советской власти. И я утверждаю, что ничего великого, кроме великих жертв, не было в истории страны с диким для русского уха названием СССР. Хорошо, давайте поговорим еще про то, как вам работалось с вашей дочерью. Вы же у нее работали актером. Каково это было? Ну, потому что вы ее такой знаете, а тут она и что, командует вами. Вы имеете в виду сериал «Отцы и дети», что ли? Нет, я имею в виду, где вы Бунина играли. А, там режиссер был Алексей Учитель. Это ее сценарий был. Да, прошу прощения. Хорошо, ну давайте поговорим про вашу актерскую карьеру. Хорошо, как вы в сериале с ней работали, каково это? Без проблем. Она была режиссером, я был артистом. Нет послушней актеров, чем режиссер. Потому что, если режиссер выступает как артист, он никогда не станет спорить с режиссером. Он знает, что у режиссера в голове фильма старается как можно точнее, лучше, талантливее исполнить то, что от него хочет режиссер. Но вы сами сказали, что ушли из режиссуры, из кинематографа, ну вот в том числе и в актерство, внутренней эмиграции. Не было желания компенсировать, сказать, я и сам не лакомшит, вот давай я тебе предложу. Нет. Никогда у меня такого желания не возникало. Понимаете, я, как вы скажете, я всегда ощущал свою карьеру как неудачную. Потому что самые золотые годы, с 40 почти до 70, для режиссера золотые, я занимался другим делом. Снимался как артист, писал и так далее. Ну, так сложилась моя жизнь. Что же тут делать? Компенсировать это невозможно. Хорошо, можете еще раз позвать зрителей, ваших почитателей, тех, кто, может быть, про вас давно не слышал и никогда не слышал в Ельцин-центр, еще раз сказать, почему стоит прийти посмотреть фильм, поговорить с вами и купить книгу. Ну, я скажу так. Понимаете, сегодняшняя аудитория, телевизионная, кинематографическая, у меня не вызывает симпатии. Она вся уже настроена на американские фэнтези. Мол, поколение выросло на Толкине, на Звездных Войнах и так далее. У них уже такой вкус сформирован. Вот этим ребятам я советую остаться сидеть дома, потому что ничего, кроме раздражения, у них мой фильм не вызовет. Но тем 10% этой аудитории умников, которые читают книжки, которые предпочитают Толкиену и Звездным Войнам страницы Тургенева или Толстого, им прямой смысл прийти, посмотреть мою картину и сформировать мнение о ней, может быть, и негативное или позитивное. Это не важно. Но для них этот вечер не пропадет даром. Спасибо большое. Это Андрей Смирнов, кинорежиссер, киноактер, драматург. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...